дорогие всем привет от скрайбер на связи наконец-то представили следующую серию от ноут а конкретно redmi note 13 pro plus это топовая версия а в этом видео я вам расскажу о топовой версии средней версии и самой слабенькой версии все друзья по порядку с вами я и от скрайбер понеслась как вы понимаете друзья это уникальный канал и на него нужно обязательно подписаться если ты подписан то красавчик но и как вы понимаете нужно немножко набить себе цену контент на этом канале является уникальным на просторах интернета вы не сможете найти такого контента когда все характеристики расписаны на доске и все это сопровождается приятным голосом да я вообще крутой спасу нет а главное скромный в общем друзья цену себе набил давайте потихоньку начинать итак у нас сегодня будет три модели редми ноут 13 редми ноут 13 pro и редми ноут 13 pro plus и конечно перед тем как мы начнем я рад представить вам свой увлекательный телеграм-канал под названием адскрайбер интересные покупки здесь я делюсь лучшими находками с алиэкспресс который стоит попробовать присоединяйтесь каналу и откройте для себя удивительные товары по доступным ценам буду рад поделиться с вами своими интересными покупками ну конечно обсуждение мы начнем с самой младшей версии и будем постепенно переходить к самой лучшей и лучшей первая версия это редми ноут 13 является младшей модели в серию представляет собой привлекательное предложение для тех кто ищет отличное сочетание цены и качества с его экраном 66 дюймов это олег матрица с частотой обновлений 120 герц друзья это кстати очень хороший козырь этого смартфона потому что олег матрицу 120 герц за эту цену наверное уже не найти обеспечивает отличное качество просмотра если говорить конкретно об экране то наверное экран не уступает старшим версиям этого смартфона несмотря на то что он работать на чипе dimensity 6800 он все равно предлагает достойную производительность особенно учитывая стартовую цену 164 доллара да друзья вам не послышалось 164 доллара немного о dimensity 6800 это так сказать средняя средняя линейка вот этой компании есть серия 6 тысяч 7000 8000 и 9000 это флагманская линейка так вот друзья эта линейка 6000 основная камера здесь на 108 мегапикселей если дополнительные датчики которые в принципе ни о чем и фронталка на 16 мегапикселей неплохо плане батареи не подкачали 5000 миллиампер час и быстрая зарядка 33 вата идет в комплекте смотря на ценовую политику и технические характеристики редми ноут 13 про он является привлекательным предложением для широкого круга пользователей особенно для тех кто не готов тратить дополнительные средства на более дорогие модели но в время хочется качественного смартфона так вот родина 13 про является таким далее переходим к редми ноут 13 про это средний смартфон в этой линейке и является заметным улучшением по сравнению с базовой версией начиная от дисплея 6 67 дюймов это amoled матрица 120 герц точно такие же но в отличие от предыдущей версии здесь 1600 нет это очень и очень много защита корни горелых глаз виктус последнего поколения тоже круто обещает высоко качественное визуальное впечатление отличную защиту встроенный в экран сканер отпечатков пальцев улучшает безопасности удобства использования что впечатляет этой модели так это камеры на 200 мегапикселей от компании samsung благодаря этому датчику вы сможете захватывать огромное количество деталей и не напрягаться добавьте к этому ширик на 13 мегапикселей оптическую стабилизацию плюс цифровую и вы получите впечатляющий комплект для мобильной фотографии самый интересный момент и многие задаются вопросом что же здесь под капотом а здесь установлен snapdragon 7s второго поколения не путайте друзья его со сам драгон 7 второго поколения вот маленькая буква с все решает и сейчас друзья я вам подробно объясню что это за процессор что он из себя представляет ну и в чем принципе отличие его от обычного snapdragon 7 второго поколения здесь куча оперативки 16 ябайт большущая батарея на 5100 миллиампер час ну и зарядка друзья который тоже лежит в комплекте на 67 ватт очень даже круто так вот snapdragon 7 с второго поколения что это за дичь такая qualcomm похоже делает интересный ход представь snapdragon 7 с второго поколения после более производительной модели snapdragon 7 плюс второго поколения отмечается что snapdragon 7 с второго поколения в антута набирает 620 тысяч баллов хорошие показатели но по сути это средний сегмент напомню что snapdragon 7 второго поколения плюс набирает около миллиона и даже больше миллиона баллов в антуту и конечно это уже по сути флагманское решение это может вызывать некоторое недопонимание среди потребителей так как обычно когда компания выпускает новую версию продукта ожидается что она будет лучше по производительности и характеристикам однако в этом случае новая с назовем ее так эта версия может быть создана для определенных рыночных сегментов и для удовлетворения определенных потребностей производителей и устройств как вы понимаете этот процессор предназначен для среднего сегмента да если вы видите в названии с например snapdragon 7 с второго поколения то друзья это средний сегмент и давайте здесь не будем путаться далее ценовая политика младший смартфон от 205 долларов очень даже круто и все цены конечно друзей я распишу на эти смартфоны в конце этого видео в целом редми нова 13 pro предлагает значительное улучшение по сравнению с базовой моделью и становится прекрасным выбором для пользователей которые хотят больше производительности и функции за разумную стоимость ну и перейдем к самой лучшей уникальной версии redmi note 13 pro plus это новый эталон среднего класса от компании 7 новая версия в линейке смартфонов redmi note 13 pro plus привлекает внимание своими инновациями это первый представитель суббренда ноут с изогнутым амолит экраном 6 67 дюйма центральным вырезом и разрешением друзья полтора к очень даже круто 120 герц вообще не проблема 1800 нит поддержка hdr 10 плюс dolby vision в общем друзья это абсолютно флагманский экран со всех точек зрения также сюда внедрили сканер отпечатков пальцев под экраном круто круто по сути флагманское решение дизайнеры решили отойти от обычной компоновки камер предпочитая классическое размещение датчиков задняя сторона смартфона имитирует кожу и выделяется двухцветной структурой плюс ко всему друзья завезли ip68 в первый раз в серии ноут обещали и сделали красавчик это на самом деле одно из самых лучших улучшений в этом смартфоне далее поговорим о камере здесь датчик на 200 мегапикселей как в предыдущем смартфоне от компании samsung 8 мегапикселей ширик 2 мегапикселя датчик который тоже в принципе здесь есть система поддерживает оптическую стабилизацию также цифровую стабилизацию позволяет делать отличные хорошие фокусированные снимки но если вы занимаетесь видео то эта камера тоже вам подойдет фронталка на 16 мегапикселей самое интересное друзья это сердце устройства этого смартфона потому что здесь установлен новенький деменди 7200 ультра о нем немножечко попозже поговорим чтобы вы понимали что это за процессор и на что он способен максимальная версия здесь 16 512 тоже очень круто батарея большая на 5000 миллиампер час ну и конечно же быстрая зарядка который лежит в комплекте 120 ватт и друзья зависит от набор просят меньше 300 долларов это прям очень-очень круто смартфон работает на android 13 поверх его него 14 все это друзья из коробки usb type-c и порт 5g вай-фай 6 поколения nfc но и все остальные плюшки вы меня спросите а что это за процессор и на что он способен и так медиатэк деменди 7200 ультра здесь 4 нанометра тси м си второго поколения это очень хорошие показатели благодаря эффективности нового процесса производства и архитектуры смартфон оснащенный этим процессором могут обеспечивать длительное время работы от одного заряда процессора медиатэк раньше рассматривались как бюджетные альтернативы в мире мобильных устройств однако последние разработки компании значительно изменили это восприятие один из последних чипов имеется 7200 ультра продемонстрировал впечатляющие результаты в популярном бенчмарке antutu набрав примерно 800 тысяч баллов таким образом мы можем сопоставить его со snapdragon 888 ну например очень хорошие показатели с играми будет справляться на ура ну и все остальное тоже потянет начальная цена 273 доллара да друзья за все что здесь предлагается этот ценник просто ни о чем заверните 2 пожалуйста и задачу оставьте себе итак сейчас поговорим о ценах на эти смартфоны начнем с младшей серии redmi note 13 6 128 164 доллара это отличная цена для этого смартфона особенно учитывая что здесь 128 гигабайт встроенной памяти 8128 177 долларов 8 256 205 долларов и 12 256 232 доллара есть три расцветки темный светлый и какой-то еще голубой следующая версия redmi note 13 про 8 128 205 долларов 8 256 218 долларов 12 256 246 долларов 12 500 12 273 доллара кстати очень хорошая версия ну и максималочка 16 512 287 долларов самая старшая версия редми но 13 про плюс 12 256 273 доллара 12 512 примерно 300 долларов и 16 512 314 долларов все цены максимально адекватные редмики просто красавчики друзья если вы еще не влепили лайк этому видосу то обязательно сделайте это также в китае была представлена специальная версия смартфона redmi note 13 pro plus называется она а пэ фэйшен лимитед эдишен суть в том что здесь изменен дизайн камуфляжная расцветка покрывает не только телефон но и упаковку инструкции и блок питания даже клавиши и рамка смартфона окрашена зеленый цвет тыльная панель украшена логотипом а все остальные характеристики абсолютно одинаковые ну что ж друзья пришло время прощаться большое спасибо вам за поддержку что вы на этом канале подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал но и на этот канал тоже надо бы подписаться здесь вы найдете самый интересный и уникальный контент если вы не посмотрели видео топ 10 смартфонов на полном фарше за недорого то обязательно это сделайте с вами был я ад скрайбер всем пока пока